Я постоянно и очень давно работаю с PDF файлами, но не знал о существовании другого редактора кроме Adobe Acrobat Pro. Делюсь с вами своим открытием бесплатного универсального онлайн редактора и конвертера PDF файлов. Все нужные ссылки в описании под этим видео. Если у вас сайт откроется на английском, то есть русская локализация. Посмотрите какое количество инструментов нам сразу предлагается. Все они доступны бесплатно с небольшими ограничениями, о которых я также расскажу. Сразу хочу отметить два момента. Если вы зарегистрируетесь на сайте редактора, то получите меньше ограничений для бесплатного использования, чем незарегистрированный пользователь. Есть расширение для браузера Chrome, повышающее удобство перехода к нужным инструментам редактора. Я не буду показывать все возможности этого редактора, тем более, что сам только начал его использовать. Покажу некоторые инструменты, из-за отсутствия которых в Adobe Acrobat Pro мне приходилось конвертировать PDF в JPEG и продолжать редактирование уже в фотошопе. В примере использую решение недавней задачи, поставленной мне юриста. Необходимо пометить каким-то образом некоторое помещение в файле PDF технического паспорта здания. Смотрите, как легко и быстро это можно сделать в этом редакторе. При этом мы получим не отдельные файлы в формате JPEG в каждой странице паспорта, а тот же многостраничный файл PDF, но уже с нашими правками. Раньше для этого я выполнял дополнительную операцию по обратной конвертации отдельных JPEG в один многостраничный файл PDF, причем еще это могло быть с потерей качества. Итак, выбираем редактор, открываем, загружаем в него наш файл. Переходим к нужному нам поэтажному плану. Выбираем инструмент выделить. И во вкладке параметры настраиваем нужный нам цвет выделения. По такому же принципу работают все остальные инструменты. Выбираем инструмент и во вкладке параметры смотрим какие есть для него настройки. Выделяем нужное помещение. После редактирования сохраняем файл. Открываем и видим, что наш новый файл точно такого же качества и даже практически такого же размера, как и файл до редактирования. Вот так выглядит меню расширения редактора для Chrome. А на странице купить мы можем посмотреть разницу между зарегистрированным и незарегистрированным пользователем. При этом и то и то бесплатно. Быстрой, простой и результативной всем работы. Спасибо за внимание.